Почти 10 лет назад фельдшик Акушерский пункт Селевущем переехал из обетшавшего здания в повещение сельсовета. Сделали ремонт и всё бы хорошо, но в приёмные часы попасть к доктору не получится. Вот уже полтора года здесь хозяйничает лишь уборщик служебных помещений Марина Разина. Поэтому два раза в месяц сюда приезжают врачи из Легостаевской участковой больницы. Организовать приём населения помогает Марина Владимировна. Вызывают, накапливаются прививки, выдают им вакцину, они приезжают и делают. Есть у нас ещё один кабинет. Это процедурный кабинет. Кабинеты все оборудованные. Всё заключается в том, чтобы нам доктора как-то добыть. Свой фельдшер полтора года назад уволился и перешёл на другую работу. С тех пор не утихают поиски нового медика. С жалобами местные жители дошли до администрации президента, но и эту проблему не решила. Сюда по официальной статистике с целью трудоустройства обращались 8 фельдшеров. Но муниципального жилья для них в селе нет, поэтому ищут медработника по сей день. У нас есть желающие дать в наёмную квартиру. Это один из вариантов, если фельдшер сюда приедет. Тем более фельдшеры пользуются такой льготой, что если у них съёмное жильё, то центральная больница районная им оплачивает стоимость этого жилья. Ещё один вариант – двухкомнатная квартира в новом ФАПе в селе Мосты. Там у фельдшера есть своё жильё. Квартиру могли бы отдать специалисту для ущема, если бы такой нашёлся. Дорога между сёлами занимает меньше получаса. А в селе Сосновка неделю назад случилось радостное событие. Местный ФАП, в котором штукатурка сыпалась на голову, теперь выглядит с иголочки. Добиться капитального ремонта было непросто, но получилось благодаря слаженной работе всех уровней власти и населения. Это был один из наказов депутата ЗАГС Собрания Шепки Андрея Ивановича, что ФАП был в плохом состоянии. Люди попросили, включили в наказы. И прошло определённое количество времени, и это свершилось. Получился хороший, добротный ФАП. Отслеживали каждое движение, как идут бумаги, как составляются сметы, что здесь будет сделано. Потому что до того, как здесь было, было просто, когда заходишь сюда, было просто страшно за народ, когда здесь свисали потолок, когда электрика оставалась в советских времён. ФАП пусть не модульный, но здание крепкое, служить будет долго. Теперь у нас чистенько, уютненько, тепло, всё хорошо. Мы довольны. Долго ждали этот ремонт. Надежда Черепанова здесь трудится медсестрой больше 20 лет. С удовольствием проводит экскурсию по обновлённому здравпункту. Здесь уже процедурный кабинет. Здесь мы делаем вилочки и инъекции. В ближайшее время в ФАПе появится новая мебель, дополнительное оборудование. Установят программное обеспечение для связи с центральной и областной больницами. И всё бы хорошо, да омрачает радость одно обстоятельство. Здесь тоже нет фельдшера. Осенью прошлого года он уволился и переехал в город. Надежда Петровна работает на разрыв. Она обслуживает и днём, и ночью. По каждому звоночку бежит. Нам бы в помощь ей, хорошего фельдшера, тогда бы у нас вообще было всё замечательно. Фельдшер в Сосновке предоставит не только хорошие условия для работы, но и благоустроенное муниципальное жильё. Врач селу очень нужен. Служебная двухкомнатная квартира с санузлом, кочегаркой, огородом. Через стенку живёт учитель. Приезд у доктора, всё готово.